Микс Ньюс. Когда в семье появляется малыш, возникает столько вопросов, что впору кричать МАМОЧКИ! Во вторникам в 15 часов на Радио Балком. Слушайте программу для молодых мам. МАМОЧКИ! Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мамочки». Как обычно, по вторникам после 15 часов. Веду ее. Я Анастасия Смоловская. Помогает звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас сегодня председатель Совета Латвийского бизнес-союза, глава Федерации индустрии безопасности и обороны, предприниматель Лилина Эгова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, кроме этого всего, еще мама двух деток замечательных. Расскажите нам о них. Да. Ну, у меня четырехлетняя дочка Элза и двенадцатинедельная дочка Расса. Две дочки у меня. Ну, вот про младшую, честно говоря, для нас такой был тоже сюрприз. Мы не знали, как-то вот так тихонечко. Ну, нет, я, как всегда, до последнего работала. У нас еще был День индустрии, 200 человек, представители из НАТО, все-все-все, в Академии обороны Латвии, все до последнего работала. И, ну, вот, пришла, когда пришла, да. Не дала мне так расслабиться. Ну, я так понимаю, что и после рождения вы тоже достаточно быстро вернулись и сразу начали активно... Ну, я сейчас, да. Сейчас, ну, как есть такая привилегия, потому что люди понимают, что важнее. И разрешают мне везде не быть. И я понимаю, что очень много без меня хорошо тоже можно сделать. Обойдутся. И, да, ну, я приезжаю больше как бы по таким общественным вопросам, по общественным организациям. И очень много сейчас уже можно сделать и из дому, и как бы более-более эффективно использовать время, не сидеть на дороге в машине. То есть вы так, ну, с головой не бросились, все-таки решили время уделить ребенку в том числе? Я очень-очень пытаюсь этого сделать, потому что это действительно большое наслаждение. Я тоже вот к вам думала и думаю, ну, как если бы у меня вот все это было 25 годам, да. Я поняла, что нет, сейчас наслаждение, если так можно сказать, кайфа больше, потому что, во-первых, мозгов больше, ну, и ты понимаешь действительно, что ценнее. И, может быть, немножко сейчас буду звучать эксистенциально, да, но мне кажется, что я на данный момент измеряю счастье в килограммах, да. И вот вчера у нас было взвешивание 6-8 килограммов, и я реально вижу, что я хорошо поработал. И это большое счастье. То есть счастье на все эти килограммы. Да, да, да. Но это они будут только прибавляться с месяцами и годами, что тоже не может не радовать. И заботы, и все-все будет прибавляться. Ну, да, так и есть, с детьми так и происходит. Но хотели мы сегодня поговорить о развитии детей, тема актуальная, очень часто сейчас говорят, и вот для мам, которые сидят дома, например, для них это возможность выйти и позаниматься куда-то с детьми, они активно, конечно, используют. Это уже кружки всевозможные с названиями раннее развитие детей уже чуть ли не с рождения, не с трех месяцев, а с шести месяцев. Но опять-таки вызывают такие вопросы, например, у старшего поколения, ну что там в шесть месяцев, зачем ребенка там учить какие-то ему цифры, буквы показывать, что-то такое, зачем ему это надо? И вот там дело лежать там погремушкой трястись. Как вы относитесь к таким вот методикам всевозможных? Их очень много, поговорим о них тоже подробнее чуть позже. Ну, я, поскольку я уже, у меня уже не 25, и я очень, ну так, очень серьезно подошла к вопросам развития, потому что мне как-то получилось прочитать одно исследование, это Харвардский университет, и есть у них Центр раннего развития детей. И то, что у меня как бы такой звонок в голове прозвучал, это было, что, в принципе, самое активное развитие ребенка происходит до шести-семи лет. Это тогда, когда формально ребенок входит в систему образования. И для меня это было, ну, я поняла, что, ну так, это, во-первых, мы не крадем детство, мы просто должны эффективно использовать то время, которое у нас есть. Потому что вот в это время самое лучшее, если ребенок познает мир, даже не учится, да, это слишком так жестко сказано, познает мир через игру. И если, ну, все эти действия, которые мы делаем, если они осознаны. И я поняла, что я не буду тратить это время, и что я не буду красить так же детство, мы будем действительно играться, но со смыслом. И, ну, понимая то, что когда уже формальное время учебы начинается, в принципе, мозг человека, нейроны человека уже замедляют свое действие. И, в принципе, тоже это исследование очень много говорит о развитии мозга. И, ну, самое важное, да, что это, в принципе, это как мускула. Если вот мы чего-то в нашем теле не используем, это мускул отдыхаем. И мы тогда занимаемся спортом, думаем, ой, боже, это мускул у нас вообще есть, да. Но мозг так же, если мы не используем вот эти связки нейронов, если они не развиваются, то, в принципе, мозг понимает, что он тоже может отдыхать. И поэтому как бы я очень осознанно искала через друзей, знакомых, через интернет, где я могу найти вот что-то такое, чтобы действительно многосторонним образом развивать мозг. Но это вы уже с первой дочкой или всё-таки с первой? Это было с первой, я же не знала, что как бы мне ещё будет вторая возможность, да, что это всё так-так-так хорошо будет. И да, я начала, честно говоря, для неё. И тоже мой партнёр, у него тоже маленькие детки, да. И, конечно, мы, во-первых, для себя, и потом, если есть возможность делиться, то мы идём, мы рассказываем и делаем это. На данный момент уже у нас есть возможность обучать по нашей программе деток в семи городах Латвии, а в мире 56 стран, более чем 500 центров, 24 языка. То есть это какая-то общая программа? Да, это международная программа, да. Да, с 18 лет опыта уже, вот, исследованиями видим, что происходит с этими детьми, да. И это даёт, ну, доверие, да. Ну, а по своей дочке вы видите, что она как-то там быстрее, может быть, что-то впитывает в себя, как-то у неё какие-то успехи? Вы смотрите, например, ну, нельзя сравнивать с другими детьми, но, в принципе, для неё, вы понимаете, что для её возраста она очень хорошо развивается. Ну, во-первых, да, сравнивать это всё, ну, я не педагог, да, я вот такой вот практик, да, и мы знаем, что девочки вообще очень такие, да, всё. Пошустрее. Пошустрее, да, и я иногда просто себя улавливаю, да, что, ну, ей не 6, не 7, да, ей 4, да, и, ну, slow down, да. Но я с ней, ну, просто вообще мы всё время в семье с ней как со взрослой, да, и это не означает, что, как бы, цель наша через тоже такую образовательную программу впихивать какие-то факты, совсем нет. То, что мы стараемся делать, и тоже вот через такой процесс сотрудничества, да, потому что программа тоже даёт возможность нашему, нам участвовать в этом образовательном процессе, то мы постоянно задаём вопрос «почему?». И мы не даём конкретные ответы. Ребёнок сам придумает вот ответ, почему ему так кажется, да, почему, например, у нас такая есть программа «Творческая литература», да, и там у нас нету правильно-неправильно, да, но, например, есть такая маленькая скетч, да, на дигитальной доске, где есть дракон, да, и дракон там уничтожает одного посёлка, ну, как сказка, да, и весь посёлок боится этого дракона, да, но случается так, что детки встречаются с драконами, он вообще не злой, не плохой, да, и мы через вот такой опыт ребёнок получают, что есть разные точки зрения. То есть на должность, да. Можно и так посмотреть, и так, да, или там, например, там у нас такая тема безопасности ходит тоже через «Творческую литературу», и, ну, ребёнок в магазине потерялся, там, там, кролики, да, там, и мама, и маленький, да, и маленький кролик потерялся, да, и, ну, вот как было, хорошо, что он послушал маму или плохо, что не послушал маму, вот какие ваши мнения, почему, да, развивать вот то, что ребёнок, он задействует вот своё творчество, он проговаривает, он подключается, он сравнивает своё мнение с другими, да, вот это вот такой процесс обучения, и я вижу, да, что, во-первых, это, ну, во-первых, желание – это развивать не столько знание фактов, сколько вообще навыки коммуникации, навыки критического мышления, навыки коммуникации. Детки же сейчас, мы сейчас сходим в школу, да, и там одноклассники, и тишина в коридоре, да, потому что гаджеты появляются, простите, да, вот все вот эти телефоны, всё-всё-всё, детки играться-то не умеют, да, а мы просто играемся с ними, они вместе друг с другом играются, да. То есть это тоже не только развитие как знания, а эмоциональное какое-то тоже очень много говорят. Ну, то, что я искала, да, потому что, ну, я такая тоже, ну, очень осознанная, как бы подходила к этому вопросу, и да, ну, и танцевать надо, физически надо развиваться, и вот музыкально тоже надо развиваться, да, мы тоже, да. Самый большой вопрос всегда. Но для родителя это мы всё, это очень фрагментарно, да, там шаг, шаг, хоккей, балет, там бред, не знаю, что ещё, да, но это всё так, и я при себе просто думала, что я очень не хочу ошибиться, да, потому что, ну, да, ну, нет у меня комплекса балерина, да, я не буду таскать детку изо всех сил балет, да, но то, что я при себе думала, что, ну, а может быть, может быть химия, я не знаю, что ей понравится, а если я в себе этот талант не открыла, мне очень трудно открыть этот талант для другого. Увидеть. И то, что я поняла, что мне очень хочу вот найти и в Латвии привезти вот это много, много, что-то такое многостороннее. Многообразное. Да, и у нас 12 предметов, начиная с биологии, там, математика, и так же есть поставление жизненных целей, да, даже творческая литература, музы и так далее, да. И через все эти предметы вот ребёнок играется, он, мы смотрим. Ощупывает как будто это. Да, да, но самое важное, что каждый, каждый, каждый урок, вот просто, ну, это классно сложено, просто каждый урок идёт через развитие вот этих самых, скажем так, фундаментальных навыков для жизни, да, потому что вот для меня, как для генерального директора конфедерации работодателей всегда спрашивали, ну, что будет востребовано в рынке труда там через 20 лет, да. И вот, ну, ты немножко смущаешься, потому что ты должен, в принципе, говорить о этих фундаментальных навыках компетенции, да. Но сейчас я вижу, да, что вот у нас, у нас детки вот эти, они осознают через, как бы, такой очень серьёзный предмет, да, там, изучая молекулы и что такое, он, в принципе, учится креативно думать, критически думать. И что немало важно, что, как бы, ну, в Латвии у нас, как бы, в системе это образование не, как бы, не поддерживается, и мы мало об этом говорим, но, во-первых, это тоже вот вопросы лидерства, да, о, как бы, уверенности в себе, да, потому что ты можешь быть самым умным человеком в мире, но если ты не умеешь делиться своими знаниями, да, если ты боишься, скажем, говорить, публично выступать, то, что мы платим… Показать эти знания. Да, мы получим уже бешеные деньги, чтобы не бояться выступать уже, там, в взрослом возрасте, да, но в детках это всё сейчас, на данный момент можно очень-очень хорошо развивать. То есть у вас такая философия, я так понимаю, чтобы поддерживать то, что в детстве дано, это непосредственность, это вот то, что в детстве, в принципе, же все такие артисты и любознательные, и всё это только надо продержать и оставить, понести с собой. Интересно такое именно, через знакомых-знакомых-знакомых пришло ко мне такое, как бы, отзыв о нашей этой программе в Лепое, да, что одна мама говорила, что я не знаю, что они там делают, но он оттуда приходит счастливый, да, всё. Для меня, вот если детка считает дней для того, чтобы прийти на занятия, то это действительно счастье, да, и я понимаю, что тоже, но это, в принципе, тоже как, если ты достаточно серьёзные средства вложил для перевода всего, вот это очень серьёзный вообще материал. И я понимаю, что на данный момент неважно, когда это откупится, да, мне просто хватает, что я вижу, как детки выходят из занятий, с какими глазами они идут к родителям, да, всё это для меня, это самое важное, да, действительно такой маленький бизнес, опять же, да, но для, действительно, для души. И получается не только для себя. Ну да, но с другой стороны, как бы для себя начиналось вроде как, да, с себя интерес пошёл. Ну а младшую вы когда собираетесь внедрять во всё это? Ну а младшую интересно, потому что есть тоже вот наш портфельчик и программа для шестимесячных, и как бы тоже был такой задан вопрос, вот что там с шестимесячным можно говорить? Конечно, мы не говорим про Шекспира, конечно. Но вот там очень интересная, опять же, такая вещь, и особенно, ну я это тоже прочувствовала как бы с старым ребёнком, ты уже более такой уверенный немножко, ты более активно как бы идёшь на контакт с деткой, ты не так, ну лишний раз не пробудить, ты как бы об этом так больше не думаешь, ты хочешь потискать, и ты тискаешь, да. Но вот этот первый контакт, как вообще развивать контакт, во-первых же, ну мама с ребёнком, и чтобы было меньше вот как бы вот это, когда друг друга не понимают, вот как бы раздражение, да, вот такой стресс, вот что, это всё убрать, вот эта программа, в принципе, действует на основе знаков, это как бы язык знаков, который используют люди, которые не слышат, да, и очень интересно, потому что мне в детстве была возможность быть с такими людьми вместе и даже изучать язык жестов, да, но я не знала, что это ко мне в жизни ещё после многих лет придёт обратно, но смысл в том, что как бы мы идём через такие маленькие конвенции, да, что мы выучаем через жестов какие-то символы, да, там пить, там хорошо, плохо, хочу, да. То есть мама с ребёнком, да, 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 и маленькие такие уже занятия, как бы не играются, да, но в принципе мы выучаем уже через язык жестов символы слова. И было исследование в этой программе в России, где, в принципе, тоже доказалось, как бы, ну наша цель всё-таки дать возможность лучше коммуницировать ребёнку с мамой, но показалось и то, что, во-первых, ребёнок начинает раньше говорить, и, во-вторых, ребёнок также не только понимает, но выговаривает слова, да, там это тоже такой двухсторонний процесс, да, потому что очень часто мы видим, что детки понимают, но они не хотят говорить, да, так что это разные, как бы, аспекты. Нам пора прерваться на новости рекламы, не приключайтесь, мы вернёмся через несколько минут. Здравствуйте ещё раз, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу «Мамочки». В гостях у нас сегодня председатель Совета Латвийского бизнес-союза, глава Федерации индустрии безопасности и обороны, предприниматель Элина Эгла. Здравствуйте ещё раз. Также мама двух замечательных деток. Я напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Если у вас есть вопросы, может быть, мнение, может быть, опытом хотите поделиться на эту тему, а говорим мы сегодня о раннем развитии детей, можете звонить смело. Также можете писать нам видеочат на портале MixNewsLV. Говорим мы уже, как я сказала сегодня, о раннем развитии детей, о том, стоит ли не стоит, и, правда, как быстро дети развиваются, что в детстве легче всего это всё дать. Но, правда, вы сказали, тонкая грань между тем, чтобы не забрать это детство, да, а, правда, хочется ведь и язык дать, и общее какое-то развитие, и спортом, чтобы занимался. И вот всё это надо как-то вот время разграничить своё. Как вы справляетесь? Как вы со своими детьми вот на личном опыте как-то у вас есть там, что в четверг на танцы, в пятницу на рисование? Конечно, это всё присутствует, потому что, ну, мы планируем наше время. Но я всё время очень так тщательно наблюдаю, потому что я не хочу, ну, скажем так, неприязнь к чему-то. Через силу. Через силу, да, и я всё время от времени всё время переспрашиваю, хочешь ты танцевать, вот хочешь ты, да. И всё время как бы это переспрашиваю, да, потому что, ну, да, конечно, есть же рутина, где танцовщики знают, да, но концерт даёт это всё обратно, ты опять готов идти в эту рутину, чтобы был вот этот момент концерта, да. Но по-любому всё время мы смотрим, да, потому что мы идём и в Залтосетинч, народные танцы, и в Ямахо-музыкальную школу идём, и сейчас в Faster Kids English идём, и в Faster Kids Fundamentals идём, да. Но это всё, чтобы было приятно, чтобы глаза горели. И вот если я вижу, что приходит подружка, и она схвастывается уже, вот в английскую песенку там поёт, да, я там в кухне это всё слышу, да, мне как мёд, да, потому что это очень важно, чтобы детки хвастались, да, хвастались не технологиями или не там какими-то побрякушками, да, а своими знаниями, своими мозгами. Если это продолжение, да, это очень важно. И если можно ещё сказать, что вот когда-то процесс наблюдания, для чего мне тоже очень важно сейчас смотреть, как бы, что ей интересно, да, чтобы что-то не упустить, да, и так, это потому что, ну, есть знаменитый тоже, тоже такой психолог, да, Гарднер, да, Ховард Гарднер, который говорит о разных наших интеллигенциях, которых у нас присутствует, да, потому что тоже вот наши программы построены не на том, что как тебя сделать умнее, да, но понять, вот как ты учишься, да, и вот через это развивается человек, да, и мы как бы в психологии очень часто, мы как бы нас учат, да, что мы же по-разному учимся, но мы никак не связываем это с педагогикой, да, но вот программа у нас это очень хорошо связывает, потому что в каждую тему, которую мы обучаем, или там звёзды, или там математику через, там, печенье, пицца или чего-то, да, то мы также смотрим, как ребёнок учится, и даже если у нас есть такой, скажем так, early learning assessment, да, это как бы мы просматриваем, скажем, парадигму учения, да, ребёнка, потому что кто-то учится визуально, кто-то аудиально, кто-то тактильно, да, и это даёт возможность, во-первых, родителю понять, как легче работать, да, преподать информацию, да, потому что есть, может быть, какая-то мама, которая очень переживает, что он меня не слушает, он меня не слышит, да, но ему, может быть, не надо эмоций, или наоборот, ему надо через эмоцию, да, это дать прочувствовать, или почему там, как бы, это всё, да, и тоже то, что, как бы, мы делаем очень постоянные разные вот эти заметки для родителей, но это тоже возможно использовать уже, отдавая дальше ребёнка в первый класс, да, и учительница, в принципе, она понимает, что это ребёнок, как он… Как он именно… Да, как он учится, да, и это для меня тоже важно, чтобы я поняла, вот как мне с моим ребёнком лучше найти, как бы, вот это понимание, как дойти до какого-то обоюдного интересного результата. Но если к вам приходит дочка, не всегда же бывают удачные дни, бывает, когда, ну, вот что-то не идёт у неё сегодня, или там не получается, приходит, она говорит, ну, мам, вот не хочу, как понять, вот это сегодня минутная слабость такая, завтра она опять захочет, или это вот у неё уже всё совсем уже идёт на убыль, интересно. Ну, надо, конечно, посмотреть эту ситуацию, как это было, ну, ребёнок там или уставший, или нехорошо тебя чувствует, да, или просто хочется с мамой побыть, да. Ну, было такое, что, доченька сегодня, ну, вот надо себя чуть-чуть перебороть, надо для того, чтобы потом результат какой-то был. Я где-то 80% случаев я всё-таки буду пытаться уговорить, всё-таки найти вот это, как заинтересовать, да. Я, собственно, тоже читаю там интересную книжку про позитивное воспитание, и тоже смотря, как мой муж со своим уже взрослым сыном, это всё-таки разговоры самые важные, вот проговорить, понять, почему, да. Потому что если это лень, то вот там можно промотивировать, да. А если плохое самочувствие, усталость, да, тогда, ну, не надо, да. Но, в принципе, как бы 80% случаев всё-таки надо себя перебороть. И я по себе тоже знаю, что, ну, моя мама тоже была наверняка такая же, да, и теннис ходила, и аэробики, и фортепиано, и всё это было, да. И я помню, что мне тоже всё было в радость, да, и, ну, были прогулы там тенниса иногда, когда были сухие тренировки, да, не хотелось. Не хотелось, да, играть хотелось, но сухие тренировки, бегать очень не хотелось, да. Ну, были когда, да, но… Ну, вы, в принципе, благодарны, нет такого сейчас, что вы там, ой, мам, зачем ты там, я бы лучше лишний раз там, не знаю, книжку почитала, мультик посмотрела. Нет, я наоборот, я даже немножко, если она не знает, конечно, этого, да, я немножко злюсь, что, может быть, могла она меня прикрутить больше, да, и какой-то момент, ну, какой-то уже определённой линии двигать уже более углублённо, да, когда вот это видишь, что идёт, да. Я же смотрю, да, ну, как мой ребёнок действует, чтобы не упустить, может быть, как. Мы же девочки вообще, простите, мужчины, которые слушают девочки, девочки, мы пытаемся всегда как-то вот исправить, да, вот это, как бы, вот то, что нам кажется было, может быть, что можно улучшить, мы пытаемся это улучшить в своей жизни. Ну, это хорошая работа над ошибками. Да, 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 да не… А говоря о том, вот сейчас же в интернете достаточно много, и вообще всевозможных пособий, где учат, например, тех же мам, у которых, может быть, возможности нет, ходить на специальные занятия, там какие-то дома, погремушки, Монте-Сори очень популярные, да, там с манкой, гречкой, шишками, то есть, ну, в принципе, из доступных материалов как-то самим дома вот развлекаться и развиваться в том числе. Как вы считаете, лучше отдавать всё-таки это на попечение профессионалов или дома тоже, ну, вот, ребёнок с мамой могут совершенно замечательно как-то развиваться и заниматься? Ну, во-первых, это действительно, ну, вопрос, ну, самых родителей, как они видят вот путь развития своего ребёнка, да, потому что если, ну, видно, что у него какой-то потенциал чего-то определённого, то, конечно, надо следовать этой интуиции. Это уже когда постарше, а вот совсем такой маленький. Ну да, вот когда маленький, то я всё-таки, всё-таки… Это не моё мнение, я действительно серьёзно прослушивала одного американского педагога, лекции, тоже в интернете её можно найти, и где очень серьёзно идёт анализ вот этих всех аппликаций, интерактивных игр, то, что как бы мы можем через компьютер, через игры в телефоне получить и так далее. И это, я сейчас, к сожалению, не скажу вот фамилию, да, но потом, да. И всё-таки была вот центральная мысль такая, что очень мало того всего, что есть доступно, что действительно работает. Потому что большинство случаев всё-таки надо понимать, что человек – это общественное животное, и детские лучше всего учатся вместе через социум, да. И так, поэтому тоже, когда иногда родители говорят, ну дай мне, мы дома поучимся вот то, что у вас есть, я говорю, нет-нет-нет, мы учимся через общение, да. И поэтому надо очень продумывать, какие игры мы вообще ребёнку даём, да, потому что, ну, в принципе, промывается мозг капитально, да. И поэтому надо очень осторожно смотреть, где действительно это просто нажать кнопки да-нет, и где всё-таки подключается критическое мышление, да. Если кнопка да-нет, это, ну, не надо, не надо такие аппликации, да, покупать. Это просто трата, ну, трата времени. Если мы желаем портить глаза на это, да, то это выбор, да. Ну, очень-очень мало мы можем через это получить, да, потому что всё-таки мы социальные, и особенно детки нам надо. И ещё, ну, что придёт возраст, когда компьютер будет втягивать больше и больше, да. И вот эти навыки, социальные навыки общения, да, это ещё одна такая потеря, которую мы реально видим, детка, да, что не умеют социализироваться. А в нашей программе через дигитальную доску у нас вот как бы вот эта морковка, скажем так, она есть, да, но она остаётся где-то в втором плане. Это больше как уже… Фоном. Фон, да. Да, мы можем поиграться. Но всё-таки интересно ещё самому пощупать, самому что-то сделать, да, показать, да, вот чтобы это не было вот этой, как бы, самым важным, да, что привязывает. То есть вы, в принципе, против терминов обучающие игры на iPad'е или обучающие игры в компьютере? Не так, что, в принципе, я просто говорю, что надо очень самому, ну, пройти это, да. Так же, как, ну, когда покупаем книжку, прочитайте сначала сами, да, у нас тоже в семье это было, да, подарили книжку, я прочитала как бы нормально, прочитает папа, говорит, нет, мы это не будем читать, на ночь, да, и сейчас, да, там, там идёт, там, разные, там, песочки, да, там, разные розовые, что там, вот это всё идёт, да, нет, мы это не будем это всё читать, это, в принципе, куда это ведёт всё, да. Это не детская книга. Это не детская, да, и, ну, так надо самому и книжки прочитать до того, как давать, и это не только пятилетним, да, это также тринадцать, шестнадцать летним, чтобы мы поняли, откуда всё, мысли идут, да. Берётся потом, да. И так же к играм, ну, просто надо очень, ну, я знаю, что болтком слушают действительно интеллектуальные люди, да, и поэтому я так говорю, что, ну, надо, надо очень серьёзно к этому подходить всему, да, продумать. Как Вы считаете, можно ли отдавать на попечение сада? Всё-таки мы знаем, что до того, как в сад, я сама по своему опыту могу сказать, что как-то всё время, конечно, смотрела, думала, куда-то ходила, а когда начался сад, уже как-то ты оставляешь, ну, в саду уже научат, в саду уже всё это есть, он уже приходит, когда с сада, уже уставший, уже, конечно, и тяжелее его заинтересовать, и как-то, как-то чем-то вот завлечь его, да, и кажется, что в саду всему обучат, и нам уже, родителям, можно об этом не заботиться, можно просто погулять, просто почитать, там, ничем не заниматься с ребёнком. Как Вы считаете? Ну, мне повезло, я вогресс сейчас, да, мне как бы, ну, там, 20 деток, да, там можно, может быть, чего-то больше научить, да, но если уже группа побольше, да, то, ну, не надо, как бы, на это очень много иллюзий, потому что очень-очень много деток и разные, разные, как бы, востребованности, и мы знаем, что по классике вообще, и тоже в нашей программе, на 8 деток 1 педагог, у нас нету нигде вот такого, да, и поэтому говорить о том, что что-то, какой-то результат будет, ну, это не будет, да, но, ну, если мы говорим о садиках, то это, конечно, лотерея, да, это очень большая лотерея, повезёт, не повезёт, да, и поэтому, ну, на данный момент, то, что мы делаем, мы всё-таки внедряем, пытаемся тоже внедрить эту программу через самоправленческие садики, да, и, ну, например, вот та же Ялгова, все детки, шестилетние получают эту программу бесплатно, да, если посмотреть, сколько эта программа стоит у нас в Сиднее или в Нью-Йорке, да, то, ну, родители поймут, какой это подарок вообще-то, да, но мы уже пытаемся, как бы, ну, потому что мы тоже хотим, чтобы вот это время, которое есть у деток в детском саду, чтобы они её использовали более качественно, это одно, а второе, вот это всё, как бы, вот эти большие политические разговоры, да, там, зарплаты, там, развитие инфраструктуры, да, это очень-очень важно, да, но забывай это ребёнка, он же растёт, ему мозг развивается сейчас, да, и говорить, там, педагог плохой или хорошая, это тоже бы смысленно, если ты не даёшь ему, ну, как бы удочку, да, дайте удочку, и, ну, эта программа, в принципе, это есть удочка, которая даёт возможность, несмотря на то, какое настроение у педагога, просто хорошо сделать такой, такую, как говорят, интегрированное, интегрированное, скажем так, занятие, да, с элементами игр. Как вы к игрушкам относитесь? Сейчас же очень много всяких музыкальных игрушек, которые с надписями «купи», там, твой ребёнок через три месяца уже заговорит по-английски, это и там детские планшеты, и какие-то музыкальные, всевозможные тоже очень мнения расходятся, кто-то так скептически относится, что они там в три месяца совершенно не надо, эти искажённые музыкальные звуки, а кто-то говорит, что это единственное спасение, можно спокойно выпить чашку кофе свою, потому что там ребёнок сидит с этим, пианино в шесть месяцев играется. Как вы к таким игрушкам относитесь? Очень, очень, я не знаю, я как бы не очень категоричен к этому, да, мы вообще, как бы, меньше игрушек лучше. Но у вас дома, то есть, такой минимализм? Я живу, не получается, но, как бы, ну, в каждой вещи есть как бы две стороны, да, потому что, например, у нас было так, что папа из Москвы привёз книжки, как бы, где старые советские мультики, да, идёт вот эти все мелодии, да, и моя, как попугайчик, всё это ничего на свете лучше нету. И тоже идём на юбилей друзей, да, и наша, как латышская детка, вообще, как бы, нету русских детей вокруг, да, и эту песню, да, там, поздравление даёт, там, на 50 лет, да, все, как бы, как это, да, но она, как попугайчик, ей это нравится, да, ну, в этом, ну, это просто развитие памяти. Я так думаю, как я английский язык выучала? Ну, наше, как бы, моё время, да, 90-е, ну, депешмот, хотела понять, о чём поёт. Вот. Хочешь, не хочешь, а будешь приводить. Слова выучаешь, так что я сейчас, как бы, ну, она сейчас немножко взрослее, я ей, ну, перевожу, ту же Машу, да, Машу Медведев, да, я специально ей не ставлю на английском языке, пусть просто идёт, как бы, ну, на музыкальное, да, может быть, может быть, это пойдёт, да, а так, чтобы там, ну, как бы, на это, как бы, вот, сто процентов, это, я вижу, что вот мы учимся через разные опыты, да, и ребёнка, он самое счастливое, если он что-то с мамой вместе делает, да, вот тут тоже, тоже, не знаю, хоть бы что-то делать в кухне, да, у меня это редко получается, но я поняла, что для, например, для старших старших это самое большое удовольствие, как взрослому что-то вместе делать, да, и поэтому не надо, не надо вот эти все, простите, магазины, да, всё-всё-всё не надо, надо просто продумывать и меньше-меньше идти на эмоции, да, и переговаривать, и я тоже очень счастливая мама, потому что у меня ещё не было никаких сцен в магазинах, то, что я иногда вижу, что ребёнок там вытворяет, да, у нас такая очень хорошая саморегуляция, как бы мы делаем выбор, да, мы понимаем, что вот через разговор самое-самое важное, и я действительно говорю, что я учусь своего мужа, да, что легко быть хорошей мамой, если есть рядом хороший папа, и тогда вот через это всего мы как бы через разговор находим всё-таки выход. А у младшей трёхмесячной есть уже какая-то любимая гремушка, игрушка, что привлекает её больше всего? Пока ничего, пока мы, очень интересно, да, потому что пока вот вещи никакие, да, я думаю, что это нормально, но мы видим, что она хохотушка, хохочет, она, я знаю, ну, по всем книгам не должна хохотать, но это не то, что как бы гримас, ну, как бы нервные такие мускулярные движения, многие люди хохотают, ну, и любят говорить, и всё тоже будет. В общем, общение, любят общение. Ещё будет председатель правления, ещё один у нас дома, да. Ну, будем на это надеяться, а нам тем временем уже пора заканчивать. Напомню под конец программы, что сегодня вторник, это День добрых дел на радиоболтком, на этой неделе программа «Зелёная лампа» просит помощи для четырёхлетнего Робина Памера из-за генетического сбоя, у мальчика серьёзная аномалия обеих рук, проблемы с иммунной системой, ему нужны специальный уход и питание. Усилие родителей понемногу даёт результат, Робин научился ходить и понимает два языка. Сейчас семье мальчика очень нужна помощь для оплаты услуги няни, которая ухаживает за тяжелобольными детьми, чтобы оплатить услуги няни на год, необходимо собрать 3072 евро. Благотворительный телефон программы «Зелёная лампа» 96383 до следующего вторника, 30 мая, работает специально для Робина. Стоимость звонка составляет евро 42 цента. Также помочь мальчику можно на его странице на сайте фонда «Зейдут.ЛВ». Прочитать историю Робина можно на портале «Микс.Ньюс.ЛВ» в разделе «Зелёная лампа». Также добавлю, что программа «Зелёная лампа» выйдет сегодня после 16 часов, после новостей и рекламы. Сегодня гостем программы станет актёр Рижского русского театра имени Михаила Чехова Марк Лебедев. Ну вот подробнее про историю Робина, а также узнать о результатах прошлой недели можно будет узнать в программе «Зелёная лампа», так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. У меня в гостях была председатель Совета Латвийского бизнес-союза, глава Федерации индустрии безопасности и обороны, предприниматель и мама двух замечательных дочек. Элина Игла, спасибо вам большое за то, что пришли. Всего хорошего. Удачи! Удачи!